Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители. Я рад вас приветствовать на нашем канале Родригес Гейм с нами. Хайба с вами, всем привет. Привет. Так, мы начинаем нашу серию. Мы еще никогда не начинали серию в дождь. Да, первый раз наконец у нас дождик. Долго мы ждали, да? Один раз мы, получается, уже пропустили его, помнишь? Да, было такое, было. Ну что ж, давай попробуем в дождь поиграем, посмотрим, что можно делать, что нельзя. Так, давай. Хоп. Я туда сажусь пока. Что, это ботва у нас тут созрела, похоже, да? Или что? Попробуем брать ботву? Давай. Так, ботва-вотолитель. У нас, кстати, выросла картошка, посмотрите, как она выглядит. И вот эти вот куски, это нам работник так сделал. Работник, ну, молодец. Косячил. Так, что там у нас? Ой, что-то ничего не убирается. Ну-ка, дай-ка. Понял. Сейчас, подожди. Сейчас мы соберем картошечку. Что-то он не режет ничего. А посмотри, там она созрела или нет? Не созрела. Что, не созрела, да? Она так выглядит просто. А, она... Я уже думаю, смотри, как она выглядит, да, как будто уже... Разосохла. Разосохшая ботва, да, как мы собирали. То есть она еще разосохла. Да, картофан же. Картофан пока полностью не созрела, да? Не засохнет. Не засохнет, да вообще. Все, ладно-то, да. Поливать его вообще не надо. Так, что это, да, это? Там у нас уже все поля посозревали. Вообще, капец. Да, а давай посмотрим, а погоди. 16, 17, 19, 20, все, короче, готово. О, смотри, я переместился на комбайн. Я нажимаю. Нельзя убирать урожай, если идет дождь или град. Представляешь, он мне пишет? Где-где-где-где-где? Что там рядышком еще? О, 18-я поля, да перемещайся в этот. Что мы тут... О, ну-ка. Я нельзя убирать в дождь. Нельзя убирать. Сейчас, подожди. Правда, не режет, смотри. Не-не-не, не работник сам сказал, говорит. Сам, да? Мы в дождь, говорит, и в град не убираем. А почему? А, то, что типа урожай будет сырой, да? Сырой будет урожай, и... Работать все, и так будет. Понял, понял. Не понял, а что делать-то? Так, а что у нас тогда... Что мы можем делать-то сегодня, если тут ничего нельзя, да? Что можно делать? Сколько денег у нас? 418 у нас. О, нормально. Прямо хорошо заработали. Так, а сколько у нас пшенички, ну-ка? Мы до 1000 тонн еще не добрались? Еще пока не добрались, да? Давай попробуем, я вот сейчас возьму погрузик. Мы же как-то с погрузика, ну, в теплице позагружаем немножко. Слушай, мы, может быть, продадим наш какой-нибудь трактор старый? Может, возьмем новый? Как ты думаешь? Не знаю. Раз сегодня нечем заняться, может быть, по магазинам пошастаем? Шопинг? Шопинг? Так, ну, в принципе, сейчас, подожди, я тут по магазину полазю, посмотрю, что тут у нас. Что у нас самое простое, получается, этот, самец, да? Самец, так, самец, кощей, ламборджини, зелененький у нас тоже, да, есть? Есть. Ньюхолланд, получается, следующий, 254. Ньюхолланд, отлично. Ну, что, самца продаем? Давай. Давай продаем. Вези его тогда в магазин, я сейчас подъеду, я сейчас просто загружаю в теплице навоз, а то они у нас... Кстати, я уже здесь уже, на самце. А ты уже там же, да? Да. Что ты, конечно, делаешь? Я тут отвлекся маленько. Да, навоз загружаю. А, давай, давай. Классно, кстати, на погрузчике, мы же как-то раньше, что-то он у нас просыпал немножко. А сейчас что, не просыпает? А сейчас, не, не просыпает. Ну, надо просто ровнее подъезжать. Тут уже прям мало совсем осталось. Ну, мы-то в пустой, получается, засыпали, да? Может быть, просто потому, что это пустое у нас было. А сейчас что-то есть, поэтому как-то счистится он там. Может быть, потому что это глюкануло, да? Я все отогнал. Так, я перемещаюсь к тебе. Вот он наш самец. Давай скидываем самца. Да, жалко, да? Да нет. Такого не жалко. Такого не жалко. Жалко было цирковой. Цирковой тракторишке, который у нас погрузчик был, да? А, тот веселый был. Творил дела-то вообще просто. Так, у нас, значит, Нью-Холланд. Следующий. Вот берем это за 254 тысячи долларов, 320 лошадей, 290 долларов в день. Обслуживание. Так, появился. Оп, я первый. Ну, ничего такой. В принципе. Мне кажется, он длинный, да? Ну, может, капот у него просто такой длинный. Ну, хотя, в принципе, да, может быть, и длинный. Да? Да. У него прям мотор, по-моему, побольше. Ну, у него, смотри, лошадей-то больше, соответственно. Ну, да. Мотор должен быть больше. Мотор-то должен быть, но. Большая. Так. Так, а что мы еще у нас есть, а? Может, еще что-нибудь? Ну, да. Давай, конечно, что, а прицепы, прицепы у нас, что? Прицепы у нас. У нас прокрасненький, который 40 тонн, да? Давай возьмем еще один прицеп. Да, продадим, может, зелененький? Маленький. А? Да нет, продавать ничего не будем. Мы сейчас у нас новое же поле. Видишь, у нас сейчас новое же поле. А, чтобы везде хватило все, да? Да, да, чтобы нам везде хватило. Ну, если еще потом продадим, ну, я думаю... 45, 45, получается, тонн, в принципе, можно его отправить на пшеницу или на кукурузу. В принципе, хороший трактор, мне нравится, он такой просторный и удобный, да? Просторный и удобный. Да. Смотри, три оси уже идет, то есть уже все конкретный, мощный. Так, вот у нас агролайнер 52 тысячи, да, который? Зеленый, да? Берем. Так, вот его мы берем. Он у нас 45 тонн, да, под все он идет. Давай, цепляем тогда его. Так, давай. Мы сейчас проверим, как раз мощность нашего нового трактора. Да я думаю, что уж там... Должен вытянуть, да? Конечно. Уже такие предтоповые потихоньку идут, да? Ну, хотя, конечно, топовые вообще там 600 с лишним у меня. Да. Смотрю, у него две оси, да? Или поворачивают две оси у прицепа, да? Два моста. Да, 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 да. Два оси поворачивать, задняя и передняя, да? Вообще круто. Слышим, прямо... Да, ворачиваю, коровы прямо, да, вообще круто, круто, круто. Ну что, везем его на картошку или куда? Не, на картошку у нас тут есть. Да, на картошку уже он поставил. А это, наверное, на пшеницу, да? Так, дожди, сейчас посмотрим. Что у вас получается? Смотри, там, где что стоит. А, сейчас, давай гляну, где что стоит. Слушай, это можно на пшеницу, он здоровенный. Ну да, у нас пшеница, в принципе. Пшеница здесь между двумя полями его поставим, да, и все. А, давай, давай. Давай, наверное, пшеницу. Сейчас я посмотрю, где у нас. Просто на кукурузу там у нас далеко. Так, а на кукурузе у нас стоит, а нет, у нас на пшенице стоит красный. Ну, в принципе, вези, да, тогда вези, вези его на пшеницу. А красненький мы на кукурузу отвезем. Он тоже стоит на шестнадцатом поле. Давай, давай. Я вообще весь вымок полностью, просто весь вымок. Не знаю, я вроде сухой. У меня же нано-рубашка, мне пофиг. Нано-рубашка? Да, она вообще не это, не марается, ничего. То есть, скатывается с нее вся эта... Да, полностью водичка скатывается. Вода, да? Волосы только намокли. У меня волосы не намокли, у меня нано-шампунь. Я им помылся с утра, и нормально, вообще прям хорошо. Ну, ладно, ладно. Ты мати меня. Шампунем пользуйся. Так, в общем, что тут у нас? Все созрело, а собирать мы не можем. Вот такие вот дела. Да, прикол, конечно. Еще прикол, знаете, что? Мы вот эти тюки оставили здесь, они под дождем стоят, испортятся, не испортятся, как ты думаешь? Да, ну, что-нибудь. Ничего не будет, да? Я их можно немножко с керхера их еще... Ха-ха, чтобы основательно, да? Я их с керхера промою сейчас, чтобы... А, ты боишь уже? ...посмотреть. Нет, у нас их достаточно много просто. О, давай, я тебе ламборджини раступаю, подвез вас. Давай, давай, колестики протрини маленько. А то я тут уже... Хорошо. С керхером обработал, вымыл. Все нормально. Так, зелененький тогда что, здесь оставить? Потом красный пригнать, да? А, слушай, а что, если мы эту кормилку для коров, может, поменяем? Там она вроде недорогая, хватит денег у нас? Так, кормилку для коров поменяем, да? Кормушку. Вот этот миксер продадим, ты имеешь в виду? Да-да-да, а купим машину, машину там, такая специальная. А, ну-ка, сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Давай, посмотри, сколько. 116 есть? 198 у нас сейчас. А, ну, давай поменяем, что? Давай. Отвезем куда-то, давай. А, ну, в принципе, на обратном пути зацепим еще прицеп. Давай тогда туда вези. Да, езжай. Или я могу, да? Да-да-да, езжай. Давай, я отвезу сейчас магазинчик на нашем Lamborghini. Надо потом теплички еще докинуть. Как раз привезем, и я теплицу наполнить надо там на возрасте. А, давай-давай. А водичка есть там у них? Кстати, водичка, посмотри, если ты вроде там где-то ходишь, да? Да-да, сейчас. Что там у них есть? Нет, с водичкой нормально вроде еще. А ну сейчас просто, видишь, дождь идет. Ну, так они закрыты. Чтобы их открыть бы, чтобы они наполнили. Ты просто боди вот эту, открой сверху. Крышечка? Крышка, да. Если бы она открывалась. Супер, помидоры. Вообще ничего не видно, да, в такой прямо дождиной? Ну, туман какой-то, ну, стоит. Такая, знаешь, погода, как в Питере. В Питере? В Питере? Да, лондонская, лондонская питерская погода. Может быть, я там не был, пока что. Вот, ну, надеюсь, сейчас будут обновления. Погоди. Обновления на ферму? Обновления, да, на ферму. Новая карта, да? Санкт-Петербург, Лондон. Нет, так неинтересно. Так, продаем миксер. Стоит 23 400. Давай, давай. И покупаем у нас впереди, теперь будет у нас техника для корма скота. Называется это машина. Прицеп-мешалка смешивает силы. А что там за фигня? 116 12 тонн. Сразу мешает. А это была мешала у нас где? Это что было? 18? Это малюсичка. А это 12? Слушай, а была 18? В смысле? Не, вот этот миксер, который у нас был, он мешал 18. А? Да, это 12. Ну ладно, но зато она удобная. Наверное. Наверное. Что-то маленькая какая-то. Смотри. Колеса, смотри. Да вообще что-то, я не знаю, что это такое. Колеса другие, кстати, смотри. Колеса надо было побольше поставить, да? Маленькие, да. А вот эта фигня, наверное, это силы, да, можно? А, кстати, можно сюда, заместо утюков силы, да, вот так нагребать? О, смотри, заработало. А, наверное... Причеши, причеши меня, причеши. Это фен, да? Нет, нет, это не фен. Иди, выйди, посмотри, что тут. Да, я вижу, вижу. А, видишь? Это жесть. Это больше на расческу похоже. Да, такая расческа. До мозга костей сразу расчесывает. И там миксер, смотри, внутри заработал, ну. Стрежка под минус 2. Подстригите меня на минус 2, да? Пожалуйста, да, машина специальная. Так, я ее повез туда к коровам. Давай, давай. Или мы на биогаз заедем, или как? Куда нам лучше? Сразу может набрать или нет? Да, у нас, в принципе, у коров там есть еще, мы можем им замешать. У коров, да, да, да. Потом-то сделаем. Так, что давай, пусть там бросаю. Сейчас я туда прицеп зацеплю. Посмотрим, как тут внутри. На кукурузку отвезу. Ну, такая прям удобная тачка. А вообще такая прикольная машинка, маленькая. Слушай, в принципе, можно и сено попробовать ей. Попробуй сено, может, сено она загребает? Или траву что-нибудь она загребает, нет? Ну-ка. Не селома, а сено. Там где-то сено есть такого коричневого цвета? Ну, есть трава. Не-не, коричневого такого цвета, ну, в смысле, больше такого темно-зеленого какого-то непонятного цвета. Я понял, вот впереди сено, кстати. Есть, да? Маленькие кусочки, попробуй загреби. Ну, че? Никак. Нет? Не загребает, но. Я максимально вниз опустил. Блин, значит, только на силу снова, да? Попробуй гриба не силу, хотя просто. Для интереса, вообще, загребает же он. А для чего она? Я думал, может быть, она еще и сено, то он закидывает. Ну, солому, кстати, можно попробовать еще. Может, она солому засыпает тоже. Ну, у тебя же скуличеные, еду на силос. Давай, да. Вау! Ничего, смотри. Где-то, сейчас. Полная, прикинь, набирая полную машину. Полную, полную вообще набрал что-то? Вообще полную набрал силоса. Слушай, мы можем так же, например... Погоди, погоди, прикол. А, нет, сгрузить нельзя, говорит, да? Я думал, что мы можем подъехать туда 12 тонн, сразу продать это силос. Прикинь, ну, как это, сгрузить, если бы сгрузилось обратно. А ты попробуй коровам, кстати, отвези силос. Попробуй коровам просто отвези. Просто высыпать. Да, да, да. Просто высыпи. У них есть уже смесь. Им посилоса еще туда добавить и травы. И вообще будет очень вкусно, да? Шоколадная у них там будет вообще просто. Все вкуснятина себе. Так, на 12 тонн мы набрали. Кстати, это получается лучше, чем возить силос этим, да? Как она? По грузчикам. Получается. 12 тонн. Слушай, это, конечно, удобнее. Ты что, сразу набрал 12 тонн? Только попробуй сейчас вот здесь расцепи. В углом. Если сейчас она выгрузит еще. Выгрузит. Да, неинственное. Так, вот я сюда подъехал. Он что? Пишет? Сейчас поближе немножко. О! Полилось. Я тебе говорю, вообще офигенно, да? Офигенно. Вообще круть. Слушай, не зря мы его взяли, да? Вообще офигенная фигня. Офигенная фигня? Да, просто офигеть, какая офигенная фигня. Выражаясь культурными и литературными словами. Прикинь, 12,5 тонн мы просто за раз силосы закинули и все. Вообще супер. Это просто потрясная штучка. Эти мохнатые, а нет, мохнатых есть еще. А чего там у овечек-то? Ну, что есть-то полное у них? Да. Может попробуем загрузить шерсти? А то она сейчас намокнет и капец. Отвезем шерсть? Ну. Давай. Бери этого. Сейчас тогда на погрузке поменяем. Погрузанчик, она. Так, я пока сейчас отвергаю, теперь я поставлю там. А у них там 100% уже шерсти, да? Да, ну 100%. Ну там сколько их, несколько ящиков уже грузится, наверное, да? Да. О! Смотри. А у нас работники-то они все посадили, поле, кукурузу. Где? Кусок опять не досадили, да? Да, мы что-то не досадили. А я думаю, что-то они раньше рабочего дня ушли куда-то. На две минуты, да? Да. Короче, кусок они пропустили вот этот. Ну, потому что, видишь, у нас поля же, они, получается, переходят маленько ступенькой. Вот они как раз вот эту ступеньку пропускают. Ну ладно, чего уж теперь. Сейчас уже их не найдешь, мы уже их уволили. Да, они где-то теперь уже заливаются. На другой ферме где-нибудь, ну. Заливаются. Да. Так, ну что пока? Силоса может закинуть? Сколько у нас денег-то осталось? Так, у нас денег осталось 105 тысяч. Сила за маленькое закинучество. Пару раз мы с тобой в ресторан сходим здесь и все. Здесь-то да. Здесь очень дорого все, поэтому... Лимонада, лимонада можно купить тогда уже. Да, даже не будем заказывать даже. Хочешь потратиться, купи лимонады, да? Хочешь, да, на ферме. Купи лимонад. Да я настолько богат, что я лимонад, да, горами выпиваю. Просто тылки. Что-то я не могу на большом погрузчике, не могу нормально силы загрузить, представляешь? Почему? Да потому что он высыпается. О, все. А на колеснике, в котором, да? На этом, ну, на большом. Ага. Так, ну что-то у нас как овечки-то? Я уже прям не знаю, мы сюда давно не приезжали. Они вымокшие, смотри, стоят. Вымокшие стоят. Да. Сохнут? Шерсть у них вся такая промокшая. Мокрая. Сейчас я выйду, гляну хоть. Что там они? Давай. Сколько травы у них, глянь, сколько у них там травки? Две тонны. Две тонны. Хрустят? Тут такой хруст стоит. Сейчас я забегу тоже. Мода есть, все есть у них нормально. Все путем, да, у них? Да. Все отлично, все довольны, я смотрю так. Сейчас мы их проведаем. Ого, три. Три всего, да, копятся, получается, штуки? Да. А может, четыре копятся, нет? Здесь бы хорошо было, если бы еще поставили бы еще одну платформу, да, чтобы там сразу, например, сколько накопилось до шерсти, чтобы... Больше. А то, ну видишь, порастаивает, да, получается, да? Пока мы не увезем, да? Ну, по идее, получается, да. А так бы они прибавлялись бы. Ну, с другой стороны, наверное, бы им было бы такое здесь количество, что мы бы тут не успевали увозить. Да, немедленно, на принципе. Тем более в дождь попробуй их сейчас постригить. У нас опять кто-то пилы украл, представляешь? Пилы украл опять. Опять капец, ну, хотел бы он дома овечку попилить пополам, а не получается, пилы нету. Ну, так сразу, это какие-то гуманисты воруют наши пилы, чтобы не пилили ни овец, ни овец, никого не донимали. Зоозащитники, да? Да. Так, у нас 110 тысяч, ты, блядь, закинул силос, да? Да, маленько закинул. И 113 тысяч, короче, около трех тысяч. Нам за шерсть дают. В принципе, слушай, когда мы лес пилили, нам за бревно дали 2 или 3 тысячи, да? А здесь за шерсть 3 тысячи тоже дали. Я тут отвез буквально, не знаю, тоже быстро, кстати. С одной стороны, если бы мы объезд здесь больше держали бы, штук 500, например, голов, там бы без конца ввозили бы шерсть и зарабатывали тоже неплохо, слушай, а? Что-то представишь, не могу зацепить силос на погрузчике. Ты где? Там посмотреть интересно, что ты там делаешь. Давай, давай. Прыгай. Что-то у меня не получается. О, а у меня, представляешь, не получалось? Ну, у тебя. Проезжаю просто, а он не себя не цепляет ни капель. У меня разряд просто сейчас я повысил немножко, разряд на колесники именно. Колесники? Да, на колесники. Ну, ладно, ладно, похвастай, похвастай. Ну, косыпь. Так, высыпаем. Так, ну что у нас там получается? Какие еще планы на сегодня? Работы нету, да? Так, мы купили новый трактор, новый прицеп взяли, да? Так, так, так. Что еще? Подготовимся надо к рабочим будням. Сейчас у нас почти что выходной получается, да, по сути? Так, слушай, о сейлке нам, что у нас сейлка, какая у нас сейчас находится? Сейчас сейлка у нас шестиметровая, да? Может быть, что-то апгрейдим, у нас пока деньги есть? Сейчас, подожди пять секунд. Сейлка, вот такая сейлка, тут хорошая есть, но она, блин, стоит 91 тысячу. Девятиметровая. Девятиметровая, а не шести. А, так она топовая получается. Слушай, нам получается, да топовая только осталось дойти. Сейлки. Топовая сейлка? Да. А, и все, а вот тут вам три штучки получается. Ну-ка дай-ка я гляну. Одна простая, которая у нас была, она теперь, которая сейчас. И топовая за 91 тысячу. Так, погоди, погоди, я что-то... А, вот сейлки, все-все-все-все. Значит, посмотрим. Что-то прямо последняя смотришь или какую? Предпоследняя. Последняя, там кукурузка. Сейлка для использования для засева полей, так-так-так. Она у нас, слушай, ну она еще здоровая, да? 9 метров, какие? А у нас сейчас какая? 6. 6. А вот она, да, 6. И она 4 тонны берет, а эта у нас берет 12 тонн. А, нам какая разница, сколько она ответит. Нам какая разница, да, по сути. Работник сам закирает. Ну да, 320 лошадей она берет. Настолько потянет наш новый трактор. Нью-Холланд. Нью-Холланд. Зато у нас будет нифига, как быстро все садится, да? Давай возьмем. Давай, в следующий раз-то возьмем. Сейчас мы когда этого уберем, туда пшеницу, давай посадим новую уже, да и все, да? Да. Новую сейлку посадим, и как раз мы будем использовать все три удобрения. Да, будет как раз. Ошибки на вас твердые и химия, да? Да, мы попробуем все-таки осуществить нашу давнюю цель, попробовать все виды удобрения на одном поле, и потом посмотреть, какой урожай это даст. Ну так, ради просто интереса. Конечно, мы сомневаемся, что что-то вообще получится, но будет интересно. Если мы такое открытие сделаем, да? Да. Таких в три раза больше получается. Вообще будет офигенно. Так, ладно. Ну что, в дождь-то идет вообще-то, работа у нас все равно движется, мы не стоим на месте. Ну конечно, что бы мы стояли. Надо же что-то делать, да? Конечно. Ну слушай, нормальный погрузчик этот. Ну, управление все-таки не до сих пор. Управление, да. Но мне нравится кож. Большой. Кож большой, вместительный. Это конечно да. Ну вот что-то цепляет, он не всегда конечно хорошо. Цепляет с пола неровно. А он потому что не до конца опускается. Ты заметил, что идти мешает тому. Укрепление, да? Укрепление, ну. Ну его как-то делали, не продумав заводы как-то, да? Да, да, да. Так, погрузчик, что на место отогнать? Ардекс. Так, погрузчик, давай. Ну, погоди, а тот погрузчик-то у нас что? Который с теплицами, да? Да, тепличный. Надо загрузить теплиц-то? Не, не, я-то на этом, на синеньком еду, на нихоланде. А, я думаю. Ты этим загрузи пока, ну, Тон. Я навоз показываю. Давай, давай, ага. Завезем. Так, так, и знаешь, что я хотел, кстати, проверить? Вот на картинке, когда карта грузится, видел там этот, нарисована ЖД-станция, все-таки она нарисована. И там поезд, на поезд нарисован. Да, да, да. Когда грузится игра сама. Угу, угу. Я хочу сейчас проверить, где это находится все-таки. У нас с поездом проблема, да? Мы не можем найти поезд. Да, да, да. Интересно бы, где бы тут поезд был бы. А другой карте есть, а вот здесь у нас нету ничего. Как хорошо этим прям подъехал сразу, загрузил. На маленьком тракторе приходится 10 раз ездить. Вот здесь вот на погрузчике загружать, почему-то у него колеса проскальзывают здесь. на пригорочке. В смысле, скачивается, да, конечно? Раскатывается, но... Плохо. Так, я все загрузил? Полное? Да. Отлично. Вода пока есть в теплицах. Короче, все довольны, у нас сытые, да? Все сытые, все довольны. Можем пока расслабиться, покататься. Сейчас я поеду. Я думаю, тут надо, знаешь, почистить территорию для новых теплиц, мы поставим новые теплички. В смысле, конечно, деревья что срубить? Да, деревья срубить надо. Жалко, капец. Ну, а что делать? Надо же помидоры где-то выращивать. Ну, да, в принципе. Ради помидор-то. А вот нашел я, смотри. На этом, на мукомольном заводе получается. Есть, да, поезд? Поезд есть. Ну-ка, дай-ка посмотреть. Слушай, а в нем даже, давай, закружено что-то. Да ладно. Ага. Смотри, сам поезд. Смотри, прикинь. Ух ты. А отправлять можно, а у нее? Ну-ка. Пойди сюда, может, что-то можно это. Засыпать? Забрались, да? Интересно, да? А что там? Ячмень? Безусловно, окошко приоткрыто, можно залезть в дом. Да ты что? Да, да вон. Вот сюда можно запрыгнуть. Ну, это только форточники смогут. А мы слишком толстые для форточников, да? Да, сейчас, сейчас, сейчас. Смотри, там дома кто-то есть. Я вижу, что кто-то есть, форточка открыта. Давай, не-не, смотри, ты мог. Да, печка топится. Ой, ничего, я прям на тебя с нас запрыгнул. Ты смотри, с другой стороны здесь у нас еще форточка одна. Они проветривают. Наверное. Духота такая, дождь, понимаешь, душно. Душно. Не, короче, нету, да, ничего? Смотри, какое-то зерно насыпано. И я что-то не знаю, что это. Ничего не показывается, да? Не, нифига, короче. Не сбривается, нету кнопок никаких. Наверное. Ну, не знаю. Сейчас, я тут еще пробегу. Должны быть рычаги? Да, рычаги надернуть. Не, может он появляется, когда мы что-нибудь привезем? Я не знаю, что сюда деревья, наверное, возить-то точно нельзя, да? Нет, тут только, видишь, макомольный завод. Просто, это он просто стоит, мне кажется. Да, это корденка, короче, все, понятно. Обида. Ты в туннель не заезжал? Да ты же заезжал тогда. Ничего там нет. Посмотри, может здесь заедешь все-таки. А сквозь? О, нифига себе. Заехал, да? Вот эта тьма непроглядная, да? Так, ну что, ты все, что ли? Я все? Заехал, посоветовал я тебе, да? Тихо, тихо. О, нормально, давай. Грамотно, да? Ну, с первого раза не у всех получается заезжать в туннель. А может задом заехать? Засыпить ее? Подцепить хочешь? Прицепить. О, у тебя отвалились. Ну ладно. Не, не получилось ничего. Ну ладно, фиг с ним. Ну что, ладно, давайте продолжим. Что мы там? У нас, значит, дорожка одна не посажена, кукуруза, да? Да. Ну ладно, уж теперь придется пропустить это дело. Куда ется? Работник у нас подхалявил. Вообще обида. Они прям нас расстраивают чуть ли не каждую серию, работники, да? Да. Не хотят опахать. В дождь с ним, смотрите, нельзя, да, работать. Ничего нельзя им. Там, блин, не делают нифига. Пропускают поля все. Да. Вот такие вот. Не, ну, кстати, в дождь мы вот... Ой, я знаю, что мы можем сделать. Яйца пособирать. Яйца пособирать в дождь. Да, сейчас можно. Они уже, кстати, мытые будут, да? Станьки-яйки. Давай, побежали. Я уж собираю. Ну-ка. Много уже есть. Сюда яйцо, смотри, на этом домике вот все время. Да, в одинаковых местах, по-моему, яйца сюда лежат, да? На крыше, ну. Ну, а у меня тут. Тут вообще надо почаще забегать, да? Они уже быстро появляются. Сколько у нас конкур? Тысяча? Не, не тысяча, пятьсот. Пятьсот? А, до тысячи далеко, да еще. Да. Я уже дал тысяча у нас. Так. Слушай, ты там все пробежался, собрал, и интересно, как они быстро появляются. Давай засекаем. Вот опять яйцо, смотри, здесь его не было. Ну, у тебя там прошло. По-11, короче, времени, да? Сейчас посмотрим, сколько они там будут собираться. 500 куриц и один петух, да? Прикинь, он в раю, да? Бедный петух. Да, какой в раю там? Рай. Это блин, ад целый. Столько баф вокруг. Куда что-то ходит, да? Ни одного мужика, да? Нету с кем просто побазарит нормально, да? Все кутактят, кутактят, кутактят. Ну, где же этого, да? Господи, боже мой, как я от вас устал, курицы вы мои, да? Бедный, бедный петух. А ну что, я погрузчик-то на место, да, отгоняю? Давай. Чтобы он уже нет. Вчера я все эти по телевизору смотрел, случайно захватил New Holland в России и покупали тоже. Да? Да, прям такой же у нас. Ну, какой-то из этих вот, из топовых, короче, New Holland. Не вот этот, как маленький, а такой уже посерьезнее. Вот этот, который у нас, наверное, второй New Holland. То есть, это реально похоже на то, что в нашем игре показывают, да? Вообще. Офигенно смотрится так, кстати, но. Уже не наши там старенькие тракторюхи. Ну, наши как бы не уделяют внимания на внешний вид трактора, да? Наоборот, больше концентрируется на том, чтобы он был, ну... Да по технике в основном, он делает совсем простой, просто был, чтобы он ремонтировать, но просто был. Ремонтирует просто, чтобы он там... Да здесь, видишь, компьютеры везде, все электроника, это все, блин, тоже надо. Игры, они туда втыкают, там, Xbox, там, Sony, PlayStation, там, да? И погнал, да? Да. Этот крутил. И никогда работать, да? GPS включил, да? Ну, это абсолютно, чтобы он по GPS ездил. Да. Все. Ну, по сути, так и есть, они же сейчас вообще автоматизированы полностью. Программу запускают, вот, GPS-овскую, все, и он поехал собирать уже. Да сейчас все почти по GPS-у работает, и маршрутки в городе, да? Скоро будет. Ну, да уже почти, уже везде. Там где-то что-то остановился, там уже сразу все это фиксируется. А, ну, то, что это, ну, да, да. На маршрутках-то, да? Ну, в смысле, понял я, да, да, про что-то. Чтобы он там не колымил, не подрабатывал в рабочее время. Да, чтобы сливал топливо и все такое. Да. То есть там все фиксируется, ну, да. Я не знаю, слушай, нам тоже, может быть, GPS остановить, но те, кто нам поле салит. Желкурузное поле, однозначно надо подумать на эту тему. Так, подожди, близко-близко сильно подъехал назад. Вот так. Вот, сыпется, сыпется, сыпется. Нормально. Сып-сып. Все, полный. О, отлично. Это последнее все, сыпется? Да. Что, поставим тогда еще одну, может, сюда? Вот сюда, давай одно поставим сейчас. Хватит денег? Да, хватит, конечно. Да, мы можем тут не одну поставить, на 130 тысяч. А, ну, давай поставим туда хотя бы одну сейчас сюда. Вот сюда, вот я прям поставим. Напротив, вот этой вот, последней. Да? Я думаю, чтобы удобно было подъезжать, видишь? А вот так же все поставить сюда, этим. Вот, на таком расстоянии, на небольшом. Вот сюда, да? Да, вот. Вот сюда, вот край, где я стою, это будет угол такой. Нет, тут подъезжать-то неудобно. Почему? Мы же делали там тоже небольшое расстояние. Пойдем посмотрим, какое расстояние здесь. Или по карте, в принципе, сверху будет понятно. Давай, я гляну прямо сейчас, посмотрим. По карте, ага, глянь. Сверху. Поглядим. Так, помидорную поставим, помидорчики. Давай развернем. Вот так вот, вот так вот. Так. Ну что, нормально, вроде влазит. Влазит? Расстояние пойдет? Я немножко прям... Залезу на тот бетон, где у нас вышка прям. Ну ничего страшного. А, кстати, будет проще слазить на вышку. Да, проще залазить и слазить, да? Сразу прыгаешь. О, ты прям близко поставил. Прям воткнул внутрь. Смотри. Ну так она, чтобы лучше держала. Железо питомно, да? Конечно. Залили, смотри, прям с вышкой. И залазить проще-то. Смотри, ты сначала на вышку и раз, сразу на крышу. Что-то надо отремонтировать здесь, например, да? Бах. Проводил по музею, да? Да. Здесь стекло. Слушай, натуре, прям близко-близко, да, получилось? Оп. Смотри, не полез. Вообще шикарно. Сейчас туда водичку привезем и навоз засыпем. Давай-давай. Я пока сейчас попробую на само ушко залезу. Тренировки надо же не пропускать, правильно? Ты полез уже, да? Да. Так. Ой-ой-ой, сейчас упаду. Ну, хоть что-то в дождь. А то мы начали играть сегодня, да? Дождь попер. И еще работа. Я думаю, прямо я так это самое думаю, что же нам делать-то сегодня тогда, да? Если тут ничего нельзя не собирать, ничего. В дождь, в град. А что, бывает еще и град? Вот сейчас дождь идет или град? Ну, что-то смесь какая-то. Дождь с градом? Ага. Все, я залез на вышку. Ждем обновления, когда будет ферма зимой. Во, вообще шикарно. Что только можно будет садить, да? Снег будем чистить. Сейчас, сейчас мы просто поля будем, да, лопатой расчищать, да? Ага. Все, смотри, где я. Оп. У-у-у-у-у-у. Я сверху вижу, как ты засыпаешь. Давай-давай потихоньку пробуй. Вот, засыпается. Нормально. Видишь, да? А что у нас не засыпалось, почему-то? А я что-то не знаю, что-то у нас в прошлый раз не засыпалось, помнишь? Нет. Косяк. Какая-то была у нас, да? Так, смотри-ка, я тут проанализирую как раз сверху. В принципе, здесь два дерева тебе выбрать. Все-таки, может, уберем два дерева, а? Так, где у нас там трактор-то, погрузчик? А? Разрегись. Так, погоди. Сейчас я привезу водички. Давай. Давай. Ну, в принципе, реально можно спилить вот это дерево и все-таки зафигачить туда два-двитя полиции. И вот она как раз будет идеально. Получится, смотри, две по краям, четыре внутри и две по краям. Понял? О, как форус. Прикольно будет. Ну, я говорю, там немножко надо подрасчистить, чтобы удобно было подъезжать. Со всех сторон, чтобы было удобно. Ну, придется, да, деревья пилить. Жалко, конечно. Ну, а что, насадим еще? Опа! А знаешь, что еще прикол? А, ну-ка, я подъеду вообще? Ха-ха. Еще может быть такой момент, что я еще плохо буду подъезжать. Ну, что ты еще представляешь? Я понял. Ты понял, да? Прикол, да? Понял. Так. Ты сейчас задом-то разворачивайся. Так, так, так. Подъезжать-то неудобно будет. Вот что. Да что ты. Капец, короче. Да, я попробую. Сейчас, 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 сейчас. Ну, давай, 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 давай. А, уезжай, уезжай, уезжай еще. Еще, чуть-чуть, чуть-чуть. Не, надо с другой стороны вот так подъехать. Да, вот прямо туда. Вперед, выезжай. Рады говорит, выезжай вперед. Вот сюда. По краю прям заедешь. Во. Вот так. Все, теперь заезжай потихонечку. Вот так вот, да. Потихоньку, потихоньку. Давай, давай, давай. ну а пошло все нормально то есть можно подъехать да ну можно теперь подъехать но смотри только как на горочку надо взбираться да ничего нормально все на полно все готово я думаю на этом мы будем серии наши завершать сделали мы еще кстати мы много дел то сегодня сделали да и столько техники поменяли технику поменяли вот дождь пока значит не было времени у нас не то что времени а мы не занимались что сбором урожая поэтому мы сделали много тех дел что не успевали раньше ну что ж будем прощаться с вами был родригес и совет хорошее настроение друзья ставьте лайки пишите комменты до новых встреч всем пока пока всем пока